Как цветочки, как цветочки, как цветочки. Быстро, очень! Что у вас тут происходит? Кто-то знал. Как цветочки, как цветочки, как цветочки. Быстро, очень! А папа уже поплавал? Да, он просто опунулся. Я думала, он уже тут. Ой, так холодно. А как он может плавать? Такой холодильник. О, холодно, жесть. Я ухожу с балкона, я замерзла. Всем привет! У нас сейчас операция «Удиви Катю» называется. Костя поехал забрать у Ларисы и Сережи батона. А Катя ничего об этом не знает. Я ей сказала, что он вообще не приехал. Батон, что его не брали из Черкассы. Что? Насмотрелась мультика. И, в общем, я сейчас сказала Кате, что ее зовет бабушка, чтобы она ушла, пока Костя его принесет. О, бежит, бежит. Настя, он прям бежит. Я сказала, что я ее бабушка позвала. А бабушка предупредила? Да, бабушка предупредила. Она ее сейчас займет. Сюда выпускай. Здрасте! Слушай, а Алиса сейчас не начнет выпить? Папа! Папа приехал. Папа не выпил. Кого папа привез? Да, да, выпускайте. Кошка. Кошка. Ты забыла, как кошку зовут? Бодюрочек. Папа, не надо песочницы. Да, не надо песочницы. Матюрочка, не надо песочницы. Настя, иди сходи как-то ее уже сюда приведи. Только не говори, что ее зовут там. А скажи, что папа нам гостей привел. Вот. Вот, это самые знакомые с которыми мероприятия. Сейчас она так обрадуется. Будет выпить. Как будто они вызвали. Ну, он просто не видел этого. На этой территории. А где? А где Алиса? Как тебе Алиса звала? Не, серьезно, где Малая? Это Алису? Малая где? Алису. Вот. Батюр! 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 Ну, кто мне Ливона так привез? Батюр! 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 Нельзя! А, точно! Карантин! Типусечки! Батюр! Смотри, я пока бойся! Да, главное в песочницу, чтобы не ходила. Алиса уже не сказала. А ты что он пережил 6 часов в поездке? Он в шоке пока, да. Батошенька, ты нас узнал? Мальчик. Батошенька. Батошенька. Теперь я около папы ездил. Да, я думаю, мы тоже так злились, что тебя нет. А ты знала, да? Конечно. Я узнала час назад. А ты поняла, почему тебя ко мне позвали? А я нахожу, он там уже лежит с бабой. А теперь он будет привыкать дня два, наверное. Ты его пока сильно не тискай. Вот это 100% надо чем-то накрыть. Да, песочницу надо накрывать. Потому что, да, трое котов в доме. Батошенька. Ну, он кот такой, он быстро привыкнет. Быстрее, чем Маха. Как-то ты же привез, и она 2-3. Да, мы тоже уже ждем 3 часа. Мы тоже купаться хотим. Пошли с Алисой. Да. Чего вы спорите, кто с ней будет сидеть? Пойдем на пляж. Сейчас нам будет тепло время. Классно. А потом будет холоднее. А Батун пусть пока осваивает. Сол, с утра на полчаса, 3 часа не было. Приходите еще на 20 минут. Причем ты сегодня уже купался в море. Да, стернулся, мы видели тебя с окна. А мы нет. А ты, пап, никакие вещи не забрала? Ой, а что она делает? А что Алисочка делает? А я кормила. Да пускай, мам, пускай. Ну, ничего страшного. Может тут, ты знаешь? Ничего, Алис, пусть лежит, потом выкинем. Будет как-то. Да, что упало, то пропало. То уже в мусорку надо. Да. Все будет как-то. Я же не поддеваться, ты идешь? Все будет как-то. Что упало, то пропало. Батоша, ты не ожидал, что тебя к Кате привезут? Думал, украли, наверное, да? Батончик. Да, он в шоке пока. Не боюсь. Он еще весь встревожен. А ну, посмотрите на меня для заставки. Маму, не целоваться не будет. Батон. Где мама? Мяу-мяу-мяу-мяу. Ничего на него не действует. Сейчас я не пойду. О, Батон нашел песочек. Батоша, иди сюда. Маха наверху. Думаешь, он хочет туалет, он скорее нанюхал Махин запах. Нет, я бы сама сюда привела туалет. А. Так подожди, они должны были привезти туалет. Еще один. Катя, ты спрашивала у папы, привез туалет он Батону? Да, у них с Махой любовь была. Ну да, может он писать хочет за дороги, конечно. Не, вроде не хочет. Батоша. Катя несет Батон, и мне самой интересно, как они с Махой встретятся. Батоша. Тихо, тихо. Маха его уже увидела. Ля-ля на Маху. Сейчас бросится. Смотри, смотри. Ну ты тоже. Смотри на Маху. По-моему, она слиять решила. Пока не уныкается, уныкается. Зеркало нашел, все, я могу очень интересно. На себя посмотреть можно. А, Батончик, Батончик, Катя, у него потерялся. Ты потеряла Батончика, да? Катя, у меня потеряла Батончика. Ты потеряла Батончика? Как, Бабушка, я потеряла Батончика. Маха там незаметная такая сидит. Иди, Батончика. Батоша, найди Маху. Аличка, не надо за хвостик. Да она не тянула, она слегка. Катя, досыпь Маху, еды и воды. Идешь, Катя, она сидит. Да, Батону покушать. Сейчас такая Маха, кто ест из моей тарелки? Махи, Маха. Смотри, Маха, Батон ест. Помнишь ты Батона? Батон вообще не в шоке, он себе сел кушать. Абсолютно нормально. Глянь, как ест. А вы что, не кормили в дороге? Ну, в дороге, наверное, не кормили, что ж его, его тошнило. Угу. Ну, качала бы, мало ли. Алиса радуется, танцует. Батон приехал к нам. Давай придумаем какой-то трек. Батон приехал. Ура, да? Конфета, походу, дает заряд энергии. Танцевала? Да, Кнопуля? Прыг, попрыгунчик. Коты. Ну да, ты ему внизу поставишь все тоже. Мисочку, еду, поставишь ему туалет. А Маха обиделась. О, Батон, кажется, наконец-то Маху заметил. Ой, это уже кака. 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 А это хорошая, дочки хорошие. Для Батона по барабану заметил Маху и ест дальше. Маха вообще обиделась, по-моему. Ого, как обиделась. Маха, это же свой батон. Ты что, его забыла за три недели? Даже меньше трех недель. Вот так. Прошла любовь, завяли помидоры. Я съела. Мама, я съела. Молодец. Встретились. Наконец-то еще один мужчина, да? Ну, ты хоть носом к носу прижуешь, да? Да он еще, видишь, не изучил территорию. Он еще не может расслабиться. А вдруг... А вдруг здесь, мало ли что. Маха тем временем подкралась к своей миске. Маха, Батон приехал. Батоша, помни, что его не ври. Слушайте, я сейчас так занервничала. С утра у Кати с Настей был такой разговор один интересный, так сказать. Видите, куда они уплыли? С кругом желтым. Так вот с утра Катя говорит, мама, Настя предложила поплыть кораблям. Вы понимаете, да? Аж вот туда. На матрасике. Типа, разрешение у меня спрашивали. Я говорю, что, нет, конечно. А Настя говорит, зачем ты спрашиваешь? Поплыли бы и все. И сейчас я смотрю, что они куда-то туда плывут. И как-то мне это не очень нравится. Костя, видимо, солистка где-то там на берегу, на пляже. А они где-то вот поплыли. Я надеюсь, что все-таки ума хватит далеко не уплыть. Потому что и солнце палит. И потом, это ж не лодка, не моторная лодка, чтобы если что повернуть. А это всего лишь матрасик. О, кто-то несет прикольного пингвина. Я их прибью, если они далеко уплывут. Хоть они уже и взрослые. Я надеюсь, что с вашей стороны не будет мыслей, что, о, Лена там не разрешает, они взрослые. Сами подумайте, это абсолютно небезопасно. На матрасике очень далеко уплывать в море. Допустим, матрасик лопнет. Я сомневаюсь, что Катя и Настя издалека доплывут назад сами. Надо учитывать любые варианты, что может произойти. Или солнце голову перепечет, или катер на какой-то скорости будет нестись, как бабушка говорит, и врежется в них. Но это не транспортное средство, чтобы далеко на нем плавать. Вы знаете, хочу вам сказать, вот многие переживают, что батон сбежит. И куда он не сбежит? Он вон тягает пледы. С пледами, в общем, у него там любовь. И потом разваливается и спит. И ничего ему больше не надо, никаких приключений. Ему даже маха не надо, понимаете? Ему нужны эти пледы. Я вообще в шоке с него. Вот он приехал, он вообще не похож на кота в стрессе. Он как будто здесь всегда жил. Только Костя прилег, этот зверь тут как тут и мурлычет. Он уже сам будет. Катя будет. Только Катя его и видела, я чувствую, да. Он тут пропишется. Тут и ты, и пледы. Так ты видел у Ларисы во влоге? Он ехал на руках у Вики, развалившись пузом кверху, прикинь. Катя, видела, да? Да, Тон, тебе все равно, где, с кем, когда. Вот у меня такое же ощущение. Он какой-то ко всему приспосабливающийся. Нет, ну это круто, крутой кошек. Необычный. Прибалдел.